ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НУЖНЫМИ ВЕЩАМИ ЗАНОСЧИВОСТИ, НЕВЕЖЕСТВУ, ТЧЕСЛАВИЮ, СТРАХУ, НЕУВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И ЧУВСТВУ ВИНЫ ВСТАТЬ У ВАС НА ПУТИ Многие люди плачут и жалуются, говоря о несправедливости, при этом они занимаются не теми делами в плохом настроении и хотят собрать то, чего не рассыпали. Они игнорируют законы природы. Победители не теряют времени в ожидании лучших обстоятельств, не теряют энергию, пытаясь изменить вещи, которые им не подвластны. Они не тратят свое время на изобретение отговорок. Они знают, что их жизненные обстоятельства автоматически улучшатся, если они с большим вдохновением займутся нужной работой. Ричард Бах говорил, в начале жизни каждый из нас получает глыбу мрамора и необходимые для ее обработки инструменты. Мы можем всю жизнь тащить ее необработанную за собой. Мы можем сделать из нее щебень или придать ей прекрасную форму. При рождении нам дается право быть счастливыми и успешными, но мы не имеем права останавливаться перед шестью врагами успеха. Одно только желание не сделает нас богатыми и влиятельными. Мы можем стать кем-то, только преодолев самих себя. Ничто не может заменить усиленную, направленную на определенную цель работу. Победители знают, что их таланты гарантируют им место под солнцем. На свете множество людей, живущих ниже своих возможностей, потому что не научились действовать. Людей, которые знают, что надо делать, но не делают этого. Сократ установил планку еще выше. Он говорил, я называю людей, которые могли бы совершить большее, чем на данный момент, лентяями. Знание есть лишь потенциальная сила. Оно лишь тогда обретает смысл, когда попадает в руки людей, знающих, как его применить. Величайший талант победителей в их способности подвигнуть себя к действию. Многие люди страдают от синдрома водопада. Они ныряют в реку жизни, не зная своего направления, и позволяют течению нести себя. Им кажется, что тут они бессильны, и поэтому ничего не делают. И однажды они обнаруживают себя всего в нескольких метрах от огромного водопада. Наконец, они просыпаются, но падение уже нельзя предотвратить. Чем раньше мы начинаем действовать, тем больше у нас шансов. Все законы победителей ничего не значат, если мы не притворяем их в жизнь, если мы не действуем. Как велико искушение просто искупаться в спокойной воде. Но именно так мы попусту тратим свою жизнь. Многие знают, чего они хотят, но они не знают, кем они хотят быть и чем они хотят заниматься. Возможно, вы отодвигаете какую-то работу из боязни ошибиться, оказаться в смешном положении. Может быть, как раз сейчас перед вами есть дело, которым вы не занимаетесь, потому что не пришло его время, Потому что вы еще не готовы. Вам нужно больше знаний, опыта, лучшая исходная позиция. Не кажется ли вам, что хороший шанс бывает только однажды? И вы не должны начинать раньше времени, пока вы еще не слишком готовы. Вы полагаете, что ваши мечты не слишком реалистичны? Приглядитесь пристально. Не являются ли все эти вопросы просто отговорками, извинениями за бездействие? Чаще всего это так и есть. Вы же сами знаете, лучшее время действовать уже наступило. Многое решится само собой по пути, если мы просто начнем действовать. Нет безупречного пути. Человек вообще не может стать совершенством. И никогда не наступит идеального момента. Поэтому победители действуют КМС, как можно скорее. Все великое начинается с малого, строится на ошибках, сделанных в начале пути. Ошибки становятся фундаментом для дальнейших верных решений, для внутренней силы. Ошибки необходимы. Лучше плохо начинать, чем хорошо бездействовать. Мы никогда не будем готовы к величайшим в мире свершениям. Только действуя, мы научимся необходимым вещам. Лучшая подготовка в действии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok